здравствуйте еще раз сегодня покажу второй метод рендеринга 360 стерео изображений во первых перейдем на форум камера 360 system и здесь есть информация о стерео режимах переходим к последней версии стерео режимов и так омни мы с вами уже разобрали теперь следующий режим стерео панорамик 360 стерео панорамик какие есть у него у него проблемы и плюсы стерео режим стерео панорамик это упрощенный интерфейс для рендеринга 360 стерео изображений вы используете свободные стерео панорамик плагин получается здесь также есть текстовый урок как его активировать так какие здесь есть моменты во-первых рендеринг с помощью стерео панорамик он в целом долгий но вы получаете правильное стерео изображение долгие это значит одна минута например одна минута это рендеринг одного изображения стерео конечно зависимости от того какое качество вы выбираете итак поехали для начала нам нужно активировать стерео панорамик 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 capture далее выбираем нашу камеру 360 так выбираем камера 360 выбираем 360 стерео стерео панорамик эти опции не используются то есть вам их не нужно вы ищите стерео панорамик систем все что нужно сделать чтобы получить вам ваше изображение укажите папку куда нужно сделать рендеринг сделайте надпись рек то есть значение рек должно быть активировано скорость кадров в нашем случае 30 кадров capture speed это отвечает за правильность скорость захвата изображений если сделать сильно большое значение видео карта говорят перегревается но сейчас видео карта мощная поэтому можно и то есть в пределах 75 можете оставить это довольно хорошее значение если меньшее сделать то возникнут какие-то моменты но действуйте по ситуации я указал информацию что это означает на форуме можете ознакомиться так вот следующее выбираем количество кадров у вас допустим секвенция 300 кадров делайте 300 кадров и так выберем размер ну я укажу минимальный сейчас чтобы сделать рендеринг быстрее но хотя давайте сделаем 6144 на 3072 2 кадра и все нажимаем кнопочку кнопочку play и все смотрите захват уже пошел ничего не зависло просто ждите рендеринг одного изображения с помощью панорамик capture занимает одну минуту может больше может меньше одно изображение уже готово а я забыл выбрать режим стерео режим стерео и нажимаем мы с вами ждем захват двух изображений да есть момент еще панорамик мод панорамик мод вот этот стереозахват не поддерживает screen space reflection и сфера reflection box reflection но главное что в целом он вы можете получить отличное стерео изображение так вот наше изображение так вот наше изображение да никаких проблем с тенями нет то есть полный захват 360 стерео и все корректно отображается в любом случае если какие-либо вопросы у вас будут всегда вы можете обратиться ко мне лучше писать на почту либо на форуме так а да 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 еще да 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 это да так и еще один да да так да да 0 до 2 значит еще одно изображение ждем чем хороший этот метод тем что не обязательно иметь хороший мощный компьютер раньше я делал 360 стерео на слабом компьютере GTX 1060 от NVIDIA и почти столько же времени занимал рендеринг одного кадра рендеринг одного кадра у нас занимает ровно минуту также и на RTX 3090 так ладно это был первый метод показываю второй метод второй метод вы используете секвенсер секвенсер как временного помощника для того чтобы у вас отображалась корректно анимация то есть все было на своих местах то есть в принципе секвенсер мы используем для правильности анимации а для рендеринга мы используем именно панорамик capture итак первое что нам необходимо сделать это можете минимальный размер сделать изображение потому что это временное временный файл будет рендериться далее в стерео панорамик можете уже не использовать фпс используйте вот здесь допустим вам надо 60 кадров делайте 60 кадров надо 30 делайте 30 в стерео панорамик мы не используем эти значения так и количество кадров допустим 100 кадров 200 300 и так далее например давайте нам опять 3 кадра сделаем капчур спид может быть это поможет увеличить скорость рендеринга но сложно в это верится и выбираем папку куда рендерить все то есть запомните вот это вот размер это для временных файлов то есть просто здесь самое главное вам указать папку для временного файла и скорость здесь главное указать допустим у вас 1000 кадров там выходное изображение формат и путь для ваших файлов нажимаем capture все здесь происходит небольшой рендеринг но основные файлы у нас будут рендериться в эту папку вот сюда получается у вас есть выбор либо вы можете сразу нажав кнопочку play способ первой нажали кнопочку play и рендеринг тоже идет либо использовать секвенсер оба метода работают одинаково в целом но лучше конечно использовать секвенсер это в принципе довольно удобно и вы контролируете правильность рендеринга вот наше первое изображение так что в целом можем уже остановить рендеринг поэтому отлично два кадра получили да напоминаю если у вас на изображениях вот такие мутные облака или там еще где-нибудь на изображениях всегда отключайте текстур стриминг и перезагрузите ваш проект и тогда у вас будут четкие облака вот так спасибо вам за внимание будут вопросы всегда пишите я доступен всем пока